Динамо будет принимать Сочи на своем льду, ведя в счете 2-0. И поэтому, наверное, ключевой вопрос, которым стоит задаться сейчас за несколько минут до начала матча, является ли текущий счет вообще сколько-то сенсационным? Или здесь надо сейчас наворачивать и накручиваться на всего три? Вряд ли это проблемы для современного хоккея в принципе, хотя в матче плей-офф, если предположить, что он затянется на несколько овертаймов, ну, всякое бывает. Первое удаление будет парой защитников у Сочи. Помогать друг другу пригодится, безусловно, пока что Кокарев за воротами Сочи ищет вариант доставить шайбу Галимову, почти находит. Не сложилось, звено Тереченко на льду у Динамо, Тереченко поборолся на борду, отправил шайбу в направлении Пескушко, но слишком сильно, и уже контр-выпад, и Костицын получил возможность бросить, он бросил. С действием одного Динамовца фактически предоставил шанс другому за шайбу зацепиться, Цветков этим воспользовался, Алексеев, вот 13-й нападающий, кстати, сейчас на льду, и Алексеев именно мог оказаться не просто в матче, потому что... Вот счет 0-1 или хуже? Устраивать не будет. Ял Асвара бросал, Вярм был на пятачке, Скачков был рядом с Еременко, ну и эмоции эти сейчас как раз следствия активности. И поедин, да, прибежал, прозвучал, потому что был контакт с Александром Еременко, вот там вот на границе площади ворота, не понравилось это арбитру из-за чего. А имеет ли в данном случае, раз уж ты завел разговор на эту тему, имеет ли, сейчас пока мы узнаем, за что тут один будет карать? О-ка, как раз момент, который повторяли, да, тыркались на лавке, когда ехали к лавке, и, насколько я понимаю, сейчас Онич подъезжал, подъезжал к скамейке Сочи, и чуть ли не заколище... Петерсон ждет передачи в левом круге вбрасывания, да, его как раз и понятно, что будут искать, понятно было, причем и Карпову. Карпов перехватывает передачу, и вот он, самый опасный момент, созданный московским «Динамо» за первый период, созданный фактически в меньшинстве. И шайба-то все-таки в воротах. Возникла пауза. Пауза, когда никто не был уверен, где же эта самая шайба. И оказалось, что она улеглась в воротах, причем зацепившись за Остов и сетку. И таким образом «Динамо», по крайней мере, если для протокола не в меньшинстве, то в меньшинстве, по сути, забрасывает свою петку. И обострить Максим Карпов, и вслед за ним подъехал Илья Шипов, и забросил свою вторую шайбу в этом розыгрыше Кубка Гагарина. Он дебютировал в первом матче, создал, ну, очень сложные условия для нападающего Сочи, а в результате Дмитрий Яшневский просто и спокойно подорвал шайбу, и начал атаку уже в московскую «Динамо». Тарасов дождался, пока завершится смена, в чужой зоне его особо не атаковали, а при этом второй период, лавка дальняя. Скорее соревнования, чем гостеприимство. И, кстати, Сочи в регулярном чемпионате огромное количество моментов создавал именно за счет такого прессинга в чужой зоне, вот это здорово. Но кому-то просто проще, когда много работы, когда он постоянно в игре находится, вратарь. Осипов подождал, подождал, бросил. Кокарев подбирает шайбу, ворота сдвинуты. Ничего из этого особенного не будет. Должны создавать, а не создают. Ни одни, ни другие причем не создают. Не то, что прям кто-то создаёт, а кто-то нет. Брюквин рванулся. У Диналовцев ничего создать не получилось. А вот Владимир Брюквин своими. Да, то, ну, понятно, получаешь, от тренера получаешь по полной программе. А когда нападающие не забивают, да, то очень редко вот это вот каким-то образом выводится. Сочи не нужно в принципе. А уж по третьему периоду, где Сочи по-прежнему отстаёт, не нужно никоим образом. Уилсон за ворота отправляет шайбу. Ну, здесь попытки в ближний угол её по щитам Ерёменко засунуть. И у Казионова, и у второго Казионова. Но победение наш был в следующий раз, когда они окажутся там. Ух, Терещенко и Пистушко на двоих соорудили момент. Терещенко притащил шайбу. Я стрельнула глазами и сказала, что нет, я ничего не слышу. Нет, просто там, да, было как будто тайм-аут. Я поэтому и обратил внимание, пал по конькам и арбитры... Потому что выведут его на бросок, Цветков, и это не крадётся. По шажку, по полшажка вглубь зоны. Но пока его не выводят на бросок. И вот сейчас передача! Вот честно сказать, когда ты реализуешь какое-то удаление, там, 15-е в матче, это уже сложно сказать, что прям молодцы реализовали это число. Но кто-то должен... Как я говорил, Сочи нужен герой. Нужен был. Вдвоём против одного. Втроём против одного. Цветков. Галина. И я вот вернусь к словам, чтобы их подчеркнуть. Здесь Барулина вообще никаких вопросов. Случились все матчи сборной Швеции. И мы с ним обсуждали. Он придерживался точки зрения, что Лонглестов сря не дали отдохнуть перед финалом. И потом говорил, что в финале даже были моменты, когда это чувствовалось. Вот сейчас 58 с половиной, что это сирия, примерно равных соперников. И вот на выходе из трёх матчей иметь 3-0, это очень хороший результат. Уилсон решил поговорить с Кокаревым. Или Кокарев решил поговорить с Уилсоном. Любопытно. В любом случае им есть что сказать друг другу. Но это такой, может, попытка послать некое сообщение на четвёртый матч. Перенести хоть что-то в четвёртый матч положительное для себя. Но с другой стороны... Но для этого надо бы наукаутировать Уилсона сейчас. Ну...